Всем большой привет! Сегодня я буду плести вот такое нарядное колье и кому интересно, приглашаю к просмотру. Для работы нам понадобятся такие материалы. Бусины 8 мм, нужно будет двух рассветок. Я взяла такие вот прозрачные розовые и перламутровые розовые. Можно взять более контрастных оттенков. Понадобится леска и понадобится застежка. Взяла такой магнитный и сразу надела уже кольца. Можно взять просто карабин. Сейчас отрезаем около двух метров лески и начинаем работу. Надеваем на леску две прозрачные бусины и три перламутровые. И сейчас вот левой стороной лески проходим крест-накрест через вот эту перламутровую бусину. Образуем такой круг. И всю эту работу спускаем в середину лески. Для начала у нас получился вот такой цветочек. Мы будем плести обыкновенным шахматным узором. Просто у нас количество бусин будет 5. Плести мы будем по данной схеме. Смотрите, вот мы сейчас сплели вот эту первую часть. Вот эти темные бусины у меня прозрачные. Вот эти розовые, перламутровые. Здесь у нас посередине должен идти вот такой зигзаг из перламутровых бусин. Сейчас на правую леску надеваем две прозрачные бусины, на левую сторону две перламутровые. И на перламутровой бусине будем проходить крест-накрест концами лески. Давайте вместе это сделаем. Значит, на правую сторону лески надеваем две прозрачные бусины. Давайте вместе. Ну или какого отделочного цвета вы выбрали. Так, две прозрачные надела на правую сторону лески. Спустила. На левую сторону лески надеваем две перламутровые бусины. Так, надела, спустила. Вот у нас рисунок. Теперь правой стороной лески проходим крест-накрест через вот эту перламутровую бусину. И спускаем работу. И получаем вот такой рисунок. У нас уже начал образоваться такой зигзаг. Дальше сюда уже напрашиваются две перламутровые бусины. А в левую сторону две прозрачные. Итак, надели две перламутровые на правую сторону и две прозрачные на левую. И левой стороной лески проходим крест-накрест через вот эту перламутровую бусину. Через последнюю. И натягиваем. Вот так у нас будет продолжаться работа. Можно, конечно, плести по схеме. Так проще. Можете остановить кадр и плести дальше. Чередуя стороны. Значит, то с одной стороны надеваем две прозрачные бусины, то с другой. Вот идет такой зигзаг. И так плетем до необходимой длины. Для удобства работу можно закрепить. Давайте еще раз покажу. Значит, у нас будут повторяться два набора. Один набор. Это вот с правой стороны надеваем две прозрачные, с левой стороны две перламутровые. Проходим правой стороной через вот последнюю перламутровую бусину. Это вот один набор. Следующий набор. Значит, надеваем наоборот. На левую сторону две прозрачные бусины. На правую сторону. На правую сторону две перламутровые. И через вот эту последнюю перламутровую бусину проходим крест-накрест другой стороной лески. И вот эти два набора повторяются до конца ряда. Так плетем до нужной длины. Когда вы наберете необходимую длину, желательно с двух концов, чтобы было одинаковое начало и конец. Смотрите, чтобы снизу вот две прозрачные бусины в начале и в конце точно так же, чтобы вы завершили работу. На это обратите внимание, чтобы было красиво и симметрично. Таким образом мы завершили плести. Сейчас остается спрятать концы лесок. Вот сейчас у нас концы лесок выходят с двух сторон. Надо, чтобы они в одном месте встретились. Для этого проходим по кругу еще раз концами лески. Вот проделаем такой круг. Сюда выйдем на одной точке. И здесь завяжем концы лески. И потом поставим замок. Вот так я закрепила магнитный замок, используя колечки. И такое простое, но очень нарядное колье у меня получилось. Узор настолько легкий, что с ним справятся и начинающие. Здесь масса вариантов для фантазии. Можно использовать бусины диаметром 6 мм. Можно использовать биконусы. Тогда вообще получится очень нарядная работа. А можно и чередовать биконусы с бусинами. Всех благодарю за просмотр. И всем желаю удачи и творческих работ. И пока-пока. До следующего видео.